Люди наделены разумом для того, чтобы отдавать отчет собственным действиям, планировать и анализировать свои поступки. Рядом с разумом, тонкой волшебной силой летит фантазия. Для того, чтобы мы могли устремлять свое «я» в будущее, возносить свой дух к звездам и верить в свои силы. Все в нас есть для того, чтобы жить счастливо. Но от зарождения человечества что-то пошло не так. Один возненавидел другого, позавидовал, возжелал жену ближнего и разум людей перекосило. Люди сами сделали себя жертвой черных сил, которые смотрят алчным взором черных глаз на нашу планету. Для них жизнь – это не цветок мироздания и чудотворения. Для них чужая жизнь – это ресурс, который обязательно должен быть использован. Как? Порой мне не хотелось бы знать об этом даже 5% той правды, которая мне известна. Но я осведомлен. Мое сердце сжато когтями ненависти к ним, к инопланетным ублюдкам, которые покусились на самое святое, жизнь и разум на нашей планете. Но также мое сердце мучается жалостью ко всем замученным на их бесчеловечных опытах. Я инкогнито. Я никого и ни к чему не призываю. Я лишь хочу, чтобы вы поняли одну истину. Мир не такой, каким он кажется. И я открою вам тайну. 30-летний Эмидио грузно ступал по тропе, уходящий через предгорье вдоль быстро несущегося ручья. Ему очень хотелось остановиться, припасть на колени и утолить жажду ледяной водой из ручья. Но он не делал этого. Не хотел выглядеть в глазах жены слабаком. И без того она последние два месяца как взбесилась. Тебе нужно похудеть, Эмидио. Ты слишком много ешь, Эмидио. Ох, какой же ты тяжелый, Эмидио. Мужчина улыбнулся своим мыслям. Супруга белокурая, стройная Дженевра, шла впереди. Спортивные, немного короткие шорты заманчиво обтягивали ее округлости, что радовало взор Эмидио. Если задуматься, то во многом жена была права. Вот и сейчас, будто почувствовала его мысли, оглянулась и одарила лучезарной улыбкой. Ты устал, мой дорогой? Стараясь скрыть одышку, Эмидио глубоко вдохнул и выдохнул. Нет, ангел мой, все хорошо. Только немножко жарко. В сущности, он отправился в этот поход ради нее. Не сиделось его матрюней на месте. Хотелось впечатлений. Погулять, побродить, делать какие-то открытия. Эмидио все это устраивало, но когда не прорывалось за границей постели. Сейчас же он был не то, чтобы раздражен, но немного не в своей тарелке. Сзади донеслось. Давай, давай, Эмидио, поднажми. Скоро устроим привал. Вот, вот еще одно обстоятельство, раздражающее женатого итальянца. И обстоятельство это звали вполне определенным мужским именем. Имело это обстоятельство и внешность. Это был Марко, по сути, француз, постоянно живущий в Париже, но итальянского происхождения, а если еще точнее, то одноклассник Дженевры. Эмидио оглянулся. Я совсем не устал. На что Марко черноволосый и такой же спортивный, как Дженевра, улыбнулся, демонстрируя белоснежные зубы. Ну тогда мы можем пройти вообще не только к подножью Доломитовых Альп, а вообще через весь туристический маршрут. Белуно, Бальцана, Парденоне, Трента и Удине. Он забавно проговаривал названия итальянских провинций с французским акцентом. Эмидио собирался уже ответить что-нибудь резкое, но Дженевра опередила его. Марко, нам бы сегодня дойти хотя бы до окраин Белуно. Честно сказать, я и сама уже устала. Мне кажется, мы могли бы отдохнуть вот в том распадке. Все остановились, смотря туда, куда указывала молодая женщина. Девушка подмигнула своему мужу и взяла его за руку. Она умела это, умела дать понять ему, что решает он, что он главный и что ей очень важно его мнение. Эмидио посмотрел на нее с любовью и резонно изрек, снова стараясь скрыть одышку. Да, любимая. Мне это место тоже нравится, я думаю, мы могли бы там остановиться. Он первым пошел к подножию, где на небольшом затененном пятаке среди камней росли сосны. Дженевра пошла следом, а Марко, снисходительно покачав головой, сначала остался стоять на месте, любуясь Дженеврой, но потом все же решил не отставать. Эмидио страшно бесило, что в их походе третьим оказался Марко. Жена удивила, так удивила. Еще двое суток назад Эмидио в белом халате стоял на кухне, никого не трогал, не думал о великом, а просто пил апельсиновый сок прямо из бутылки. Внезапно на кухню вбежала Дженевра. Она улыбалась, и ее взгляд выражал примерно следующее. Милый, ты только не пугайся, у меня прекрасные и неожиданные новости. Тебе лучше присесть. Эмидио тогда так и поступил, сел на стул. Дженевра же голосом полным задора и жизнерадостности изрекла. Завтра Марко прилетает из Парижа. Он пригласил нас в поход на Доломитовые горы. Милый, я всегда об этом мечтала. Поход в горы. Мужчина хорошо изучил характер своей жены, поэтому на его лице не дрогнул ни один мускул. Напротив, он улыбнулся. В горы? Милая, мне кажется, это может быть опасно. Этой фразой он прошелся по грани. Глаза Дженевры израдостно в какую-то долю секунды стали обращаться, лицо и голос стал серьезным, а тон стал меняться с позитивного на упрашивающий доказывающий. Ну что там может быть опасного? Тем более с нами будет Марко, я ведь рассказывала. Он альпинист и прекрасно знает горы. Ну милый, пожалуйста. Последнее пожалуйста произнесенное так умилительно. При этом Дженевра надула свои губки, прям как маленькая девочка, выпрашивающая конфетку. Ну как он мог отказать? Да никак. Хотя про себя он произнес. Практически прокричал, протестую. Гора мощной глыбой нависала прямо за спиной. В ней чувствовалась не только монументальная мощь, но и что-то первобытное. Нет, даже первородное, как напоминание о тех временах, когда земля была еще раскаленным шаром. Дыбилась огненными громогласными всплесками магмы из гигантских вулканов, скрежетала тектоническими пластами, весом в миллионы тонн, кричала и стонала в муках рождения того, что мы зовем в наши дни природой. Доломитовые горы не были исключением. Многие миллионы лет назад на благословенной земле Италии две плиты наползли друг на друга, вспучились и образовали цепь гор и холмов, завершающихся многокилометровым плато в окаймлении рек Изарка, Пустерия, Пьяве, Брента и Адиджи. Многовековая эрозия южными ветрами изваяла причудливые узоры, уступов, провалов, острых и плоских пиков, долин и пещер. Поддаваясь желанию причаститься к чему-то великому и могущественному Эмидио, коснулся ладонью от весной горной стены и посмотрел вверх. Казалось, будто горный кряж нависает и падает. Вода, не спадающая практически по вертикальному откосу, создавала иллюзию движущихся камней. Мать Тереза и святая Бригитта Андалузская. Что впечатляет? Марко неожиданно обратился сзади, отчего Эмидио обернулся. Да уж, уму непостижимо, какая сила тут бушевала. Дженевра стояла в неглубокой пологой впадине, похожа на кратер и распаковывала рюкзаки. Свой и Эмидио. Была занята делом. Марко не понял, о какой силе говорит Эмидио и сделал удивленное лицо. Ты о чем? Это еще не самые высокие горы, где я бывал. В прошлом году мы с компанией друзей летали в Непал. Вот там сила. Не только горы, но и знания. Мы, кстати, тогда звали Дженевру с собой. Ну и тебя, разумеется. Но она отказалась. Эмидио открыто смотрел в глаза Марко и видел в них что-то неясное, неопределенное. Ревновал он? Да, конечно же ревновал. Вообще не понимал, зачем здесь этот хлыщ. Хотя, отчасти и он был виноват. Дженевре было нужно внимание. Впечатление, он слишком быстро стал толстопузом. Да, у нас были другие планы. Мы планировали и совершили круиз по Средиземному морю. Эмидио отошел от скалы и направился к жене. Детка, тебе нужна помощь. Дженевра улыбнулась. Нет, дорогой. Такая хорошая площадочка получилась и тенек от скалы. Дорогой, вы могли бы с Марко разложить палатку и заняться разжиганием костра? Она обратилась к своему бывшему однокласснику. Если я не ошибаюсь, то дальше будут только скалы и открытые долины. Может, мы останемся на ночь здесь? Мне кажется, скоро начнет темнеть. Марко посмотрел на небо и прищурился. До заката еще час. От силы полтора. В принципе, мы могли бы. Эмидио не дал ему договорить. Я тоже думаю, что лучше остаться здесь, а завтра с новыми силами. Марко не сдавался. Ну а что мы будем делать целый час до заката? В походе обычно идут пока... Пока ночь не застанет усталых путников на дороге, укрыв своими черными крыльями. Дженевра, услышав это, рассмеялась. Очень поэтично, Марко. Если я не ошибаюсь, это Сервантес. Я вот только одного не могу понять. Оба мужчины посмотрели на девушку. Чего? Дженевра рассмеялась. Почему вы еще не ставите палатку и не разжигаете костер? Эмидио, недолго думая, снял со своих плеч самый большой рюкзак. Это и была палатка, которая удобно складывалась для переноски за плечами. Марко пошел разводить костер, решив сначала выбрать небольшие камни для огородки. Дженевра негодующе покачала головой. Она надеялась, что мужчины будут работать вместе. Но, вопреки ее ожиданиям, каждый занялся своим делом. Зачем она пошла в этот поход, тем более, что с ними был такой красавчик, как Марко. Она не хотела злить или расстраивать своего мужа. Не хотела, чтобы он как-то страдал или был удручен обществом постороннего мужчины. Но за годы семейной жизни муж наскучил ей. Была любовь? Была. Была и преданность, чувство родного, близкого человека, но была и тоска, скука, рутина. Она хотела, чтобы ее муж приревновал ее. Встряхнулся и стал меняться к лучшему. А она, само собой, поможет ему. Не входило в ее планы только одно. По глазам Марко она видела и понимала. Она интересна ему. Он глазеет на нее, особенно на ее ноги и бедра. Он хочет ее. От этой мысли у Дженевры увлажнились бедра. И она нелепо улыбнулась, снова наклонившись к рюкзаку. Там были кое-какие продукты для легкого перекуса на ночь. Более опытный в житейских делах Эмидио справился с палаткой, прижав ее края плоскими гладышами. А потом со стороны наблюдал за Марко. Через несколько минут Эмидио начал усмехаться, наблюдая за тем, как не хотят разгораться сухие ветки, наваленные в кучу. Не получается, Марко? Дженевра наблюдала. Эмидио чувствовал, что она смотрит, и повторил свой вопрос. Марко, не получается? Может, помощь нужна? Мужчина ничего не ответил, а просто пошел к своему рюкзаку. Там лежала жидкость для розжига. Честно признаться, Марко всегда использовал ее для того, чтобы разжигать костры. Но в этот раз решил попробовать по-простому. Пока он ковырялся в своем рюкзаке, Эмидио подошел к месту, где планировался костер. По мгновение ока сложил ветки и разжег их. Дженевра аж захлопала в ладоши. Ура! У нас есть огонь! Эмидио улыбнулся, видя, как не удомевает Марко. Смотрит то на него, то на его жену, то на костер. Опыт, опыт, мой друг, и служба в армии. Марко не хотел конфликта, хотя и не стал бы избегать его. Ну ты просто настоящий герой, Дон Эмидио. Надеюсь, завтра ты покажешь свои умения, когда мы будем взбираться на горное плато. Сказал Марко своим странным акцентом. Закат наступил значительно раньше, а в горах через несколько минут после начала заката начинает смеркаться. Через четверть часа уже полнейшая темнота. Каменистую площадку освещал костер. Дженевра сидела по правую руку от мужа, а Эмидио несколько поодаль, насаживая на небольшие тонкие шампуры толстые куски ветчины. Все-таки ты молодец, Эмидио, что захватил с собой еду. Я имею в виду, что подошел к этому вопросу более основательно. Я голодный, как волк. Эмидио сидел с немного втянутым животом, пытался казаться худее. Не стоит благодарности, Марко. Я всегда к твоим вопросам подхожу основательно. Все-таки я женатый мужчина, и мой святой долг – кормить жену. Представляешь, как бы на моем месте поступили пещерные людоеды? Марко вопросительно смотрел на Эмидио. Не знаешь? Нет. Эмидио рассмеялся. Первобытный мужик схватил бы любого постороннего, забыл бы как мамонта, а потом устроил барбекю. Марко промолчал, не оценив шутку, а Дженевра прислушалась. Ой, прекращайте болтать всякие глупости. Мы, слава Богу, не в первобытных пещерах живем. Вы лучше обратите внимание, какие звезды на небе. Эмидио и Марко посмотрели на небо. Зрелище было великолепным, захватывало дух. Огромная луна, на которой отчетливыми серыми пятнами виднелись кратеры, разливала белоснежный свет, но не могла затмить Млечный Путь, запечатленный мутной, извивистой поволокой в черном небе. И от горизонта до горизонта в необозримом глубоком черном куполе миллиарды звезд маленькими белыми и синими огоньками. Эмидио положил руку на плечо жены, и та ласково прильнула к нему, облокотившись о его массивный живот. Вон, кажется, Аль Таир. Женщина показала на яркую звезду почти у самого горизонта. А вон, кажется, Скорпион. Эмидио кивнул. Точно. А если бы сейчас была осень, то можно было бы разглядеть Пегаса и Цефия, и, кажется, Орион. Марка же жарил ветчину. Нет, Орион вроде бы зимнее созвездие. Хотя и сейчас оно наверняка над нами. Звезды же не пропадают по временам года. Просто какие-то светят ярче, какие-то тускнеют. Наверное, первобытные люди не только ели друг друга, но и смотрели на звезды по ночам. Он подмигнул Дженевре, а потом стал снимать ветчину с шампура, уложил на чуть прижаренный тост и протянул девушке. Та взяла и протянула бутерброд мужу. Потом дождалась свой и откусила. Марка, очень вкусно. Она снова посмотрела на звезды, пережевывая мясо. Вот интересно, одни ли мы во вселенной? Может быть, какие-нибудь мыслящие существа сидят в горах на их планете, жарят мясо, ну или что там у них и гадают про то, какие созвездия над ними. Влюбляются, любят друг друга. И Мидио ласково сжал плечо жены ладонью. Это точно. Вот мне интересно, как они выглядят? Может быть, они такие же, как мы? Марка подкинул сухие ветки в костер, взметнув сноб искр. Я думаю, что они точно, как мы. По-другому быть не может. Но неизвестно, как они думают, как воспринимают жизнь. А может, они все выглядят, как ксеноморфы из фильма «Чужой». Он понизил голос. Сидят сейчас где-нибудь в кустах и ждут удобного момента. Ой, фу-фу, не верю. И Мидио смотрел на небо. Знаете, вот звезда, посмотрите. Он указал пальцем. Вам не кажется, что она как-то странно себя ведет? Марка и девушка посмотрели на небо. Действительно, маленькая звездочка. Такая же, как и миллиарды других начала пульсировать. Затем стремительно пронеслась над горизонтом, запульсировалась и начала раскручиваться, как спираль, выпуская световые лучи. Свет завораживал, затягивал, даже гипнотизировал. В кромешной тишине голос Мидио, отрешенный и медленный, показался громом. Вот вам и инопланетяне. Звезда зависла над горизонтом, будто вдали за многие сотни километров от костра трех туристов, решивших погулять в предгорьях. Но она приближалась, становилась больше и ярче. И Мидио прижимал к себе супругу. Марка смотрел то на них, то на приближающийся свет. Что это такое? Давайте уйдем отсюда. Джиневра резко вскочила, и Мидио тоже, несмотря на свои габариты. Марк отбежал к тропе и крикнул. За мной я знаю. Здесь пещера есть, укроемся там. Он достал из кармана небольшой фонарик и стал подсвечивать им тропу, хотя необходимости в этом не было. Над местом, где они остановились, завис светящийся медузообразный, медленно наползающий объект. Он состоял из сферической центральной части. Внутри нее пульсировало желтоватое ядро, будто желток в яйце. Именно ядро и источало свет. С краев полусферы огромным множеством свисали прозрачные, гибкие трубчатые трубки. Они переплетались, приподнимались и снова опадали. Казалось, что это живые волосы светящейся полусферы. Бежим же скорее! Бежим. Джиневра также шепотом ответила. Да, скорее. Огромные полупрозрачные медузы сгрудились над ними, зависли и тянули к их головам тонкие щупальца. Марка видел, как тела Джиневры и Эмидио скрываются в коконах из щупалец, исчезают, как будто растворяются. Он отступил в темноту за скалой, наблюдал не в силах даже закричать от страха. Он трясся и молился всем святым, чтобы остаться незамеченным. При этом он не оцепенел. Он отдавал отчет своим действиям, и как только щупальца потянулись к нему, он сорвался с места и с диким криком побежал по тропе в расщелине между скал. Он бежал, не останавливаясь ни на секунду. За какие-то 15 минут он преодолел путь в 2 километра вверх по уклону. Сердце бешено стучало, горло и легкие жгло. Мысли о девушке за секунду привели его в себя. Прогнали страх, но он вернулся через мгновение с утроенной силой. Он больше не думал о ней. А Эмидио он не думал тем более. Он не понимал, что произошло. Он не понимал, что за существа спустились к ним с ночного звездного неба. Не понимал и не хотел понимать. Он жаждал только одного – спасения и безопасности. Разум и инстинкт самосохранения диктовал ему скорее убираться отсюда. О том, чтобы вернуться назад, не могло быть и речи. И Марко просто пошел быстрым шагом вперед между скальных отвалов. Для опаски он приглушал свет фонарика ладонью. Но этого было достаточно, чтобы высвечивать тропу, покрытую мелкой галькой. Несколько раз он поскальзывался, падал, обдирая руки. Но вставал и шел как автомат. Впереди тропинка заканчивалась отвесной скалой. Дальше пути не было. Марко пронзил страх. Он в ловушке. Но на его счастье свет фонарика высветил темный вертикальный провал. Это была пещера. И, возможно, пещера имела еще один выход за скалой. Нужно идти вперед, потому что идти назад – смерти подобно. Марко сделал шаг. И Мидио, поглощенный светом, перестал чувствовать свое тело. Он отрешенно и завороженно смотрел на медузообразное существо, сотканное из света и чего-то густого и обволакивающего. Нет, нельзя было сказать, что он видел что-то конкретное. Он чувствовал. Точно так же, как он чувствовал свою жену, она рядом, как будто она проникает в него, сливается с ним, с его мыслями, с его телом. Мимо мыслей проносились образы, прожитые годы, воспоминания, ничего больше не мучило и не терзало. Все переживания отошли на десятый план. Внезапно свет стал меркнуть, наступила полная темнота. Это была его смерть. Дженевра обладала более сильным характером, нежели Мидио, но она также была поглощена светом. При этом она чувствовала опутывающие ее щупальца. Вяло пыталась освободиться, но как только она вцепилась в одной из щупалец и попыталась отодрать его от себя, существо сильно сдавило ее тело, отпустил и сдавило снова. Дыхание перехватило, свет еще ярче ударил в глаза. Мидио, Мидио. Собой две бледные мумии с широко открытыми белесыми глазами. Большой живот и Мидио висел, будто тонкий сдутый воздушный шарик. Прекрасные и упругие груди Дженевры стали похожи на два целлофановых пакета. Соски застрились и удлинились. Скулы обтянуло кожей так, что казалось, она вот-вот прорвется. Это было страшно и вызывало отвращение. И мужчина, и женщина были голыми, свет просто растворил их одежду, а затем совершил с ними ужасное действие, которое было необходимо медузообразным существам. Марка шел по пещере. В нос бил запах сырости. Прямо по центру полукруглой впадины, понизу тек небольшой мутный ручеек. Пить эту воду было нельзя. Но пить хотелось страшно. Марка припал к ручью губами и решил сделать один маленький глоток, но сразу же пожалел об этом. В горло с водой попал мельчайший известняк. Мужчина закашлялся. Он шел вперед и освещал путь фонариком. Пол, стены и потолок пещерного прохода были круглыми. Будто в гору со всего разгона втесался гигантский бур. Выбрал породу и оставил глубокую округлую каверну туннель. Но это было неважно для Марка. Он хотел выйти на свет, а после добраться до ближайшей деревушки. Затем добраться до Неаполя и рвануть в родной ему Париж. Забыть все к чертовой матери. Он остановился и осветил стены пещеры фонариком. Сердце уже не стучало так часто. Дженевра. Ну и что? У нее есть муж, Эмидио. Он и должен был ее защитить и спасти. Она красивая? Красивая. Даже очень. Но это ничего не значит. Красивых девушек много. В Риме, Париже, Берлине, Праге, Москве. Жизнь впереди очень интересная. А обо всем, что случилось, лучше просто позабыть. Да и что случилось в сущности? Что это было? Кому и как это объяснить? Это же фантастика. Никто не поверит. Эмидио провел лучом света по скругленной каменной стене и несказанно удивился, когда увидел наскальную живопись. Он приблизился и присмотрелся, прошептав сам для себя. Неужели это рисовали первобытные люди? Они здесь были. Разум и те знания, которые были в голове Марка, подсказали ему, что это вполне возможно. Горы, под горами долина и река. Ландшафт вполне пригодный для расселения кроманьонцев и прочих человеко-обезьян. Они жили в этой пещере и рисовали на стенах. Изображения были чуть красноватыми и сильно выцветшими. Казалось, будто это татуировка, вбитая прямо в скальной породе. Это была громадная вытянутая пана, испещренная различными мелкими изображениями, формирующими единую картину. Корявые маленькие человечки загоняли громадного быка, поражая его копьями. Среди человечков, которыми было изображено племя, проживающие здесь, возвышались продолговатые, вытянутые коротконогие и короткорукие существа. Но все это было примитивно, что действительно вызвало некоторый шок. Так это изображение медузообразного существа, зависшего над группой корявых человечков. Существо распластало свои щупальца и тянуло их к человечкам, и существо светилось. Свет был изображен волнистыми загогулинами, отходящими в разные стороны. Когда же эти твари здесь появились? Рядышком было продолжение. Картинка была покрыта чем-то черным, выедающим каменную породу. Но то, что смог увидеть, Марко поражало. Людей под медузообразным существом уже не было, но самих существ стало два. Ладно большое, и из его тела как будто исторгалось второе, маленькое. Затем оба существа понеслись к небу, наверное, в космос. И Мидио шел вдоль стены, просматривая на скальные начертания. То, что он видел, было уникально, грандиозно и поражало разум фантасмагоричностью. Оставалось гадать, как все это не было обнаружено раньше. Хотя, может быть, и было. Доломитовые горы известны в ЮНЕСКО. Наверняка эта живопись была изучена и запечатлена на фотографиях. Только вот с медузообразными существами не посчастливилось встретиться самому Марко, Дженнивре и ее мужу, Имидио. Марко остановился. В камне отчетливо прорисовывалась продолговатая конструкция, оснащенная зазубренными ножами на конце. Конструкция вгрызалась в гору и неслась внутрь нее. Вот как была образована эта пещера. Марко сделал шаг, оступился и почувствовал, как летит в пропасть. Дальше была только темнота и скорая гибель от удара. Имидио и Дженнивра не видели того, что происходит со светящимися медузами и что будет дальше. Существа распределились по кругу и стали медленно двигаться, как при хороводе. Их щупальца сплетались вместе, взаимно усиливая свет друг друга. Самих же существ было никак не меньше десятка. Одно из них пребывало в центре, нарастало, растекалось и снова собиралось в купол. Не дать, не взять медуза на волнах океана. Щупальца опускались к мертвым и сушенным телам, ласкали их, теребили, подрагивали. Само существо начало набухать, формируя сгусток на вершине полусферы. Свет усилился нестерпимо. Наверняка он был бы замечен, если бы в десятки километров располагались люди. Еще пара мгновений и от существа отделился сверкающий синеватым светом круглый комочек. Он завис в воздухе и оставался неподвижным. К нему потянулись щупальца материнского существа. Ухватили и стали выворачивать живой синеватый шарик. Сначала он отпрянул от щупалец. Попытался взмыть ввысь, но потом послушно прильнул и ждал своей участи. Через 10 минут среди огромных медуз из света и энергии появилась их маленькая копия. Будто их общий детеныш, рожденный из света и той жизненной силы, которая была отобрана из тел Эмидио и Дженневры. На околоземной орбите, на удалении всего в 400 километров от поверхности Земли, завис продолговатый космический корабль. Это был инопланетный челнок, системы и механизмы которого были еще не подвластны людям Земли. Корабль застыл в ожидании, распространяя на многие сотни километров поперечное магнитное поле. Он выжидал и имел определенную цель. Медузообразные существа, сотканные из энергии и света, были любопытны и по-своему доброжелательны. Их природа заключалась в том, что для размножения им требовалась энергия живых мыслящих существ, людей. Но сами существа не были виновны в этом, такого было их естество. Одна из световых медуз угодила в магнитное поле и начала притягиваться к кораблю. Она безмолвно изгибалась, излучала громадные колючие вспышки. По ее поведению было понятно, существо испытывает страдания. Корабль раскрыл створки приемных терминалов. Существо попало в луч зеленого спектра и растворилось в нем. Будто перетекло в корабль. Это невероятно, но цивилизация на корабле использовала чистую энергию медузообразных существ, подпитывая мощности своего корабля. Энергия давала возможность получать движение без отталкивания в космическом вакууме, вопреки законам физики. Для существ было очевидным и, само собой, разумеющимся перемещаться на громадные расстояния в мгновение ока. И эта способность осталась не незамеченной теми, кто хотел подчинить ее своим целям. Световые медузы давали энергию инопланетным кораблям. Пояснение от инкогнито. Свидетельства о световых энергетических существах появляются периодически. Их видели над Сибирской тайгой, в скалистых отрогах Китая и Афганистана, над Антарктидой. Нам известно, что эти существа являются частью космической межпланетной фауны. Они живые и обладают разумом. Их тела сотканы из космической энергии. Условно мы называем ее варп. Как энергетический хаос удерживается в полусферическом теле, мы не знаем точно. Кроме того, известно, что эти существа могут иметь форму выпуклого по центрам блина, продолговатого овала или же шара. Название этих существ – interspace, за их возможность перемещаться в пространстве и субпространстве. Есть и название на латыни – interspatium. С этого существа мы начинаем ваше знакомство с космической энергетической фауной живых существ. Далее я привожу его изображение. Продолжение следует...